Привет, друг, с тобой Uncle Dead, и совсем скоро состоится одно из интереснейших мероприятий 2017 года. 12 сентября Apple собирается представить свои новенькие айфоны. Об этом сегодня и поговорим. Поехали! Традиционный осенний ивент от компании Apple, как всегда, обещает стать важнейшим событием в мире технологий. И помимо главного продукта, мы, возможно, увидим еще и остальные не менее интригующие, но всех, конечно же, интересует главный герой презентации. И все любители техники Apple ждут его с нетерпением, ведь со времен презентации iPhone 6 мы наблюдаем только его производной, и такой расклад дел все это время наводил только тоску. Но теперь Джонни Айв, наконец, вышел из одиночной камеры вдохновения и готов представить свое творение миру. В этом году мы увидим аж целых три смартфона от Apple. Это будет 7S, 7S Plus и долгожданный iPhone 8. И вот в этот самый момент появилась информация о том, что iPhone 8 будет называться iPhone Edition. Но для того, чтобы вам было привычно слушать и чтобы не исправлять все видео, которое пойдет дальше, мы будем его называть iPhone 8. Обычные обновленные версии 7 iPhone по размерам и форм-фактору останутся неизменными, но добавится новый бронзовый цвет, и задняя панель станет стеклянной. Опять же, какое именно стекло будет использоваться, пока не совсем ясно, и об этом мы узнаем 12 сентября. А может и не узнаем, и уже со временем любители кромсать гаджеты проверят смартфон на прочность и выдвинут свои варианты. По традиции, S-версии 7 получат более мощную начинку, и в синтетических тестах вы сможете выбить еще больше попугаев, чем раньше. Но это все минорные обновления, а главный козырь Apple пристанет в лице совершенно нового устройства. Безрамочный смартфон с новым OLED-экраном во всю переднюю панель, новой камерой и стальным корпусом должен стать флагманом компании. Давайте взглянем на него поближе, благо утечек предостаточно, и народные умельцы успели смастерить далеко не один макет этого устройства. Новый iPhone выглядит как цельный брусок из стекла, и его OLED-экран в 5,8 дюймов занимает практически все пространство передней панели. По габаритам это будет что-то между стандартным iPhone и Plus-версией. Это означает, что он будет прекрасно лежать в руке, и вам не придется выделывать разные трюки с перехватами, как приходится это делать с плюсом. На мой взгляд, это одно из лучших решений на рынке, ведь пока Samsung сужает и вытягивает свои смартфоны, Apple увеличивает свои во всех направлениях, что не дает устройству скатиться в крайности. Если у вас есть обычная шестерка или семерка, вы можете представить, как будет выглядеть iPhone 8, просто прибавив несколько миллиметров с каждой сторон. Вопросы вызывает только одна деталь, вот этот горб, который оставили под датчики и камеру. На черном корпусе он не так заметен, но на светлых вызывает некий диссонанс, а в выключенном состоянии эта часть выглядит, мягко скажем, не совсем элегантно, и наверняка будет мозолить вам глаза, вызывая припадки у внутреннего перфекциониста. Но рано или поздно смартфон придется включить, и тут все будет зависеть от того, как инженеры Apple решили эту дизайнерскую проблему. Опять же, с черной версией будет все немного проще, ведь этот горб можно будет выпрямить, если на его уровне экран будет работать в режиме отображения статус-бара. А так как это OLED-экран, с этим не должно быть особых проблем, ведь черный цвет здесь натуральный. Хуже дела будут обстоять с белыми версиями, ведь натурального белого на таких дисплеях добиться практически нереально. Да и все остальное будет конфликтовать с таким решением. Так что вангую, что черный цвет опять будет самым популярным, на этот раз по причине вот такого косяка. Больше к дизайну особых претензий нет, задняя часть смартфона выглядит органично, и вертикальный модуль камеры вносит некую свежесть, как бы банально это ни звучало. В общем, это все еще iPhone, который не потерял свои фирменные черты и узнается с первого взгляда. Более интересны другие вещи, которые скрыты уже внутри самого девайса. Наконец-то Apple созрели для того, чтобы установить свой аппарат в модуль беспроводной зарядки. Это может казаться не очень нужной функцией, и я думаю, что не все, у кого есть смартфон с возможностью беспроводной зарядки, часто ею пользуются. Но все же это премиальное плагманское устройство, и в нем должна быть такая технология. Также бросается в глаза то, что исчезла кнопка Home с передней панели, а вместе с ней и сканер отпечатков пальцев. И как же мы теперь будем разблокировать смартфон, спросите вы? Ну, по всей видимости, в iPhone будет внедрена технология распознавания лиц. На это указывает тот факт, что в 2016 году Apple купила компанию PrimeSense, которая занималась разработкой данной технологии. Решение, конечно, не новое, и подобные мы уже видели в смартах на Android, и там такой способ разблокировки работал не сказать уж, чтоб хорошо. У такого решения есть очевидные проблемы. Например, некорректная работа в условиях недостаточной освещенности или при неправильном наклоне камеры при сканировании. Поборола ли эти баги Apple? Ну, совсем скоро узнаем. И в связи с этим, думаю, самое время обсудить тему сбора личных данных, ведь сканер отпечатков пальцев убрали, значит, все отпечатки собраны. Самое время сканировать лица. Всех любителей конспирологических теорий и заговоров прошу в комментарии под это видео. Остальная начинка не вызывает особого восторга. Как всегда, поставят новый чип, увеличат объем оперативной памяти до 4 гигабайт и расширят внутреннее хранилище до 512 гигабайт. Что кажется какой-то невероятной цифрой. Если честно, 128 гигабайт-то сложно залить в телефоне, а 512 должно хватить, наверное, на съемки целого фильма. И для любителей поснимать видосики в 4К со своего айфона, такой объем, наверное, весьма будет полезен. По железной части больше нет никаких интересных новшеств, и остается только надеяться, что новая iOS 11 будет выглядеть на новом девайсе органично и юзать ее будет приятно. Ну и напоследок я оставил самую животрепещущую тему, а именно, сколько же будут стоить новые девайсы от Apple. С S-версиями нынешних айфонов, скорее всего, не будет никаких потрясений, и они будут стоить столько же, сколько сейчас стоят обычные версии. А вот с iPhone 8 уже поинтереснее история будет. По данным из разных источников, цена будет варьироваться от 1000 до 1200 долларов, что на наши деревянные будет 60 и 72 тысячи соответственно. Но это цена в долларах, а у нас, как повелось, пересчет будет исходить из цен в евро, плюс НДС и прочие налоги. В итоге официальный ценник в России вполне может взлететь до 90, а то и 100 тысяч, воистину премиум-сегмент. Продажи в странах первой волны начнутся уже 22 сентября, но, скорее всего, по традиции, России в этом списке не будет, и ждать нам сие чудо придется аж до глубокой осени. А приемлемые цены на серые аппараты и того дольше до весны, лета 2018, когда ажиотаж на новой iPhone уже спадет. Так что, если вы хотели себе прикупить новенький iPhone 8, самое время потуже затянуть пояса и приготовиться ждать, ждать и еще раз ждать. А на этом все, если тебе понравился видос, поставь лайк, подпишись на каналчик, заходи на konobu.ru и до встречи на том же самом сайте. С вами был Анклдед, пока! Субтитры сделал DimaTorzok